Потливость ног присуща каждому человеку, и в этом нет ничего противоестественного. А вот если она сопровождается резким неприятным запахом, то тут начинаются настоящие проблемы. Стоит вам лишь снять свою обувь в каком-нибудь обществе, как окружающие люди тут же начинают крутить носами, стремятся удалиться от вас на безопасное расстояние, отвесив по пути пару колкостей. К счастью, это положение поправимо, и вам нужно только узнать несколько способов того, как избавиться от неприятного запаха ног. Энтон Пепеп. На теле среднестатистического человека находится 2-5 миллионов потовых желез. Из них 500 тысяч, то есть десятая часть, находится на ступнях наших ног. Если соотнести площадь поверхности ступней с остальным телом, то можно сделать вывод, что концентрация желез в этой области очень высокая. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, для чего в процессе эволюции природа так щедро снабдила ноги потовыми железами. Но при этом говорят, что ступни могут выделять до 400 миллилитров. Пота в день. В организме человека соседствуют два типа потовых желез. Апокринные железы, которые расположены в основном в подмышечных впадинах, груди и половых органах. Они вырабатывают сильный запах, который помогал древним людям привлекать к себе потенциальных партнеров. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. На ногах желез данного типа нет, поэтому мы не будем говорить о них в дальнейшем в данной статье. Второй тип представлен экзокринными железами. Они отвечают за терморегуляцию тела. Вспомните школьный курс физики, в котором говорилось, что испарение жидкости происходит с поглощением тепла. Железы выделяют капли пота на поверхность кожи, после чего начинается процесс испарения, который отбирает температуру нашего тела, предохраняя его от перегрева. Железы именно данного типа и находятся на наших ступнях. Когда мы потеем, то коздаем влажную среду для бактерий, которые находятся на нашей коже и начинают массово размножаться. В нормальных условиях после завершения процесса регуляции температуры влажные участки должны высыхать, а все бактерии отмирать. Но так как человечеством были изобретены синтетические носки и колготки, практически не пропускающие воздух, то стопы находятся во влажной среде очень долго. В результате получаем огромные популяции бактерий, жизнедеятельность которых и сопровождается выделением неприятного запаха. Как избавиться от неприятного запаха ног? Держите ноги в чистоте. Если у вас есть такая возможность, то мойте ноги чаще одного раза в день. Обязательно используйте мыло. Желательно, чтобы оно было антибактериальным. Убедитесь, что вы достаточно хорошо вытерли стопы, прежде чем оденете новую пару носков. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Носите носки, которые хорошо впитывают влагу, изготовленные их хлопка или шерсти. Можно также одевать носки для спорта, специально предназначенные для впитывания влаги во время тренировок. Обувь покупайте из натуральной кожи, а не кожзаменителя. Держите ноги сухими. Бактериям необходимы следующие условия для ускоренного размножения. Кислая среда, питание, время, температура, кислород и влага. Как видите, из всего этого проще всего контролировать влагу. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Если у вас сидячая работа, то снимайте туфли или ботики. Чтобы не сидеть в носках, можете одевать какую-то удобную, легкую и дышащую обувь. Сушите вашу обувь. Убедитесь, что ваша обувь успевает высохнуть к новому рабочему дню. Если нет, то чередуйте пары обуви. Чтобы ускорить процесс высыхания, вы можете набивать на ночь носки обуви скомканными сухими газетами, которые впитают в себя избыточную влагу. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Можно также посыпать их изнутри на ночь соду для устранения запахов и влаги, а утром сыпать ее в мусорное ведро или собрать пылесосом. Воспользуйтесь антиперспирантами для ног. Действие антиперспирантов основано на сужении или блокировании потовых каналов. Заметный эффект наблюдается после первого же применения. Большинство из них имеет в своем составе соль и алюминия, что при длительном использовании может приводить к раздражениями или даже контактному дерматиту. Откорректируйте свой рацион. Есть много продуктов, которые могут сделать запах вашего пота очень неприятным. Это прежде всего лук, чеснок, острый перец и алкогольные напитки. Попробуйте их исключить на некоторое время и понаблюдать за изменениями. Натуральные средства, которые помогут избавиться от запаха пота ваших ног. Лимонный сок. Обладает отличными антибактериальными свойствами. Разведите лимонный сок водой и подержите ваши стопы в полученном растворе в течение нескольких минут. Помните, что если у вас есть раны на ногах, то применять данный способ не стоит, так как будет наблюдаться острое жжение в области ран. Столовый уксус. Дезинфицирует обрабатываемую кожу. Применяется также же, как и лимонный сок в виде ванночек из разведенного водой уксуса. Также, как и в предыдущем случае, нужно избегать данной процедуры при наличии ран и порезов на ногах. Спирт также весьма эффективен в уничтожении бактерий. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. После мытья ног протирайте стопы ватным диском с моченным медицинским спиртом, и это поможет вам избавиться от неприятного запаха ног. Можете попробовать народные средства. Это прежде всего ванночки с отваром из коры дуба, березы, листьев грецкого ореха, овсяной соломы. Кору дуба также можно мелко растолочь и засыпать ее носки. Она обладает ярко выраженным вяжущим действием и будет частично блокировать потовые железы. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Это на наш взгляд лучше, чем применять химические антиперспиранты с возможным риском для своего здоровья. Неприятный запах ног очень быстро способен скомпрометировать любого человека. Попробуйте данные совета и, возможно, они помогут вам избавиться от неприятного запаха ног, обеспечат им чистоту, после чего вы сможете непринужденно снять свою обувь в любой компании и по-любому. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.